Москва, 21 мая, РИА Новости. Канада осудила состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле президентские выборы и приняла решение понизить уровень дипломатических отношений со страной, сообщается в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд. Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты, как не представляющий демократическую волю венесуэльских граждан, заявила Фриланд. В ответ на атаки режима президента Николаса Мадуро на демократические права венесуэльцев Канада сегодня принимает меры, вступающие в силу немедленно по переводу дипломатических отношений с Венесуэлой на более низкий уровень и ограничению взаимодействия с ней, отмечается в заявлении. В заявлении сообщается, что теперь канадское посольство будет возглавлять не посол, а временный поверенный в делах. Также вводится запрет на официальное двустороннее военное сотрудничество. Отмечается, что взаимодействие Канады с Венесуэлой будет ограничиваться продвижением основных целей Канады в этой стране, таких как укрепление демократии и уважение к правам человека. По последним данным Национального избирательного совета, НИС, Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах. Ранее глава аргентинского МИД Хорки Фари заявил, что Аргентина, Австралия, Канада, Чили, США и Мексика не признают итогов выборов президента Венесуэлы. Страны группы Лима также отказались признать выборы легитимными. Продолжение следует...